Всем здарова народ, попали на мой канал Дядя Никит, я не знаю на какой канал я вложу это видео, на второй либо на первый, но вы на него попали, поэтому обязательно подписывайтесь на этот канал, обязательно прожимайте кнопочку лайка, если вы здесь впервые, ну и конечно же начинаем. Сегодня у нас с вами будет видеоролик на этом канале, который будет называться «Моя реакция на жеребьевку Лиги Европы UEFA». Сколько многие знают, а может быть не знают, но совсем недавно, то бишь 25 февраля, прошла жеребьевка Лиги Европы UEFA 1-8 финала, и где будут играть вот такие вот команды. И сегодня я дам свою реакцию, свой прогноз на эти матчи, я дам свой, так сказать, прогнотик, как я думаю сыграют эти команды, ни в коем случае я никого не призываю ставить там на эти матчи, потому что я тоже человек, я тоже могу ошибаться, но я все-таки постараюсь сделать свое, так сказать, кратенькое мнение по поводу этих всех матчей, а их будет немного, поэтому приятным тебе просмотром, мы начинаем. Команда из матча «Рейнджерс Ревна Звезда», команда из Шотландии, команда из, по-моему, Хорватии, если мне не изменяет память, очень такой вот выбор сложный. Одна команда боевитая, другая команда очень интересная, красиво играет, любит, конечно же, вешать, и вы все это прекрасно знаете по матчу со «Спартаком». Да-да, я говорю про «Рейнджерс», все-таки, по моему мнению, я думаю, в этом матче все-таки заберется «Рейнджерс», потому что команда все-таки больше играла в плей-офф Еврокубках, плюс команда больше играла с такими командами, которыми можно играть и нужно играть. Команда, которая, в принципе, довольно-таки опытная, и не первый сезон играет в Лиге Европы, я думаю, я уже все изъяснил, я думаю, «Рейнджерс» в этом противостоянии должен забирать и проходить четверть-финал, четверть-финал Еврокубка. Следующее противостояние довольно-таки интересное, это «Брага-Монако». «Монако», которая выходит в плей-офф Еврокубка не так часто, и команда, которая вообще не очень часто играет в Еврокубках, и вы это тоже прекрасно все знаете. Ну и, конечно же, «Брага», команда, которая, наоборот, играет часто в Еврокубках, в основном даже всегда успешно, очень часто выходит из группы, даже там с первых, со вторых мест, и сейчас она тоже вышла из группы, поэтому, я думаю, все-таки в этом противостоянии свое заберет «Монако». Матч, скорее всего, получится боевой, скорее всего, будет очень много борьбы, будет очень много интриги, будет даже какой-то момент касаться, что «Брага» пройдет дальше, но мне кажется, все-таки «Монако» должно забирать, команда должна все-таки сейчас вот с таким составом доказывать, что они не просто так усиливались, не просто так меняли себе тренера, а у них сейчас тренер, это бывший тренер Баварии, поэтому стоит задуматься. Следующее противостояние – это Порту-Леон, очень интересное противостояние, очень двух равных по силе команд и двух равных чемпионатов, потому что, насколько вы все прекрасно знаете, Франция и Португалия вот так вот бок о бок идут в таблице коэффициентов УИФА. То Франция обгоняет Португалию, то Португалия обгоняет Францию, и этот матч принципиально важный, как для жителей Португалии и для жителей Франции. Леон – команда, которая очень клуб, клуб, что? Играть в Еврокубках, команда, которая умеет и может играть, но команда, которая может также проиграть московскому ЦСКА в 1-16 финал, и вы это тоже все прекрасно помните. Ну и Порту, я не буду долго объяснять, что это за команда такая Порту, команда, которая брала Лигу Европы 10 лет назад, команда, которая обыгрывала Спартак 10-2 по сумме двух матчей, тот самый крутой Спартак, который играл в четвертьфинале, поэтому я не буду долго говорить, но я думаю, в этом противостоянии все-таки Верк заберет Порту. Португальские команды последние сезоны 2, где-то даже 3, наверное, последнего сезона, играют просто на высочайшем уровне, проходят такие бешеные команды, вот, например, в том сезоне Порту обыграл Челси 0-1, и также Ювентус обыграл по общему счету так же, типа 2-1 или 3-2, так что я думаю, Порту команда очень хорошая, команда, которая может даже в этом сезоне побороться за трофеи Лиги Европы, и удачи им, я надеюсь, получится очень интересно, но я думаю, все-таки в этом противостоянии Порту заберет свое. С вами приблизились к половине, это противостояние Аталанта Байер 0-4, команды, которые в своей истории, мне кажется, ни разу не брали какой-то там Еврокубок, да и в целом здесь очень много команд, которые не брали вообще Еврокубка, но вот если брать, например, Аталанту и Байер, Аталанта, которая всего лишь последние только 3 сезона выходит в Еврокубке, в целом же команда Аталанта никогда особо не славилась игрой в Еврокубках, к тому же такой классный, крутой, как, например, тот же Байер, который регулярно часто выходил раньше в Лигу Чемпионов, а сейчас каким-то образом оказался в Лиге Европы, и здесь все-таки я поставлю на Аталанту, я думаю, Аталанта пройдет дальше и заберет свое, у них состав намного звездней, у них игроки намного открытий, намного ярче, намного увереннее в себе, у них очень классное трио, просто нападение, там подпитывает это все, конечно же, дальние удары Малиновского, поэтому я думаю, все-таки в этом противостоянии Аталанта заберет свое, как бы многим не хотелось. На половине, и, пожалуй, самое неинтересное противостояние сейчас пойдут, это первое, это, конечно же, Севилья играет против Вестхэма. Севилья, многократный, просто самый титулованный клуб Лиги Европы за всю историю, по-моему, 10 или 12 раз они брали этот трофей, Севилья, которая последние 5 сезонов 3 раза брала Лигу Европы, Севилья, которая просто в бомбическом составе, в бомбической форме, команда, которая борется за чемпионство в Ла Лиге и Вестхэм, я думаю, здесь особо ничего объяснять долго не надо. Вестхэм впервые в своей истории выходит в плей-офф Еврокубка, Вестхэм впервые в своей истории проходит с первого или со второго места, играл в Лиге Европы, очень круто сыграл, поэтому Вестхэму уже все-таки можно, так сказать, поблагодарить их за такую хорошую достойную игру, можно стоя похлопать, но все-таки давайте здравый смысл будет брать верх, я думаю, Севилья не упустит свое, это будет просто бешеный шок, если Севилья вылетит от Вестхэма, это будет просто шок, я думаю, уже можно будет закрывать Лигу Европы. Пожалуй, тоже неинтересное противостояние, это Барселона-Галатасарай, я думаю, долго объяснять не надо, Галатасарай каким-то магическим образом прошел с первого места из сложнейшей группы, где каждая команда могла выйти, там было и Лацо, там был Галатасарай, там был Локомотив, и там даже был Марсель, в итоге Галатасарай вышел из такой сложнейшей группы, по-моему, даже с первого места, громил на своем пути, кого только не попадя, прошел следующую стадию, то есть 1-8, да, или, по-моему, они сразу в 1-8 оказались, это тоже не суть важна, важно то, что Галатасарай очень хорошо усилился, но теперь давайте посмотрим на соперника, соперник это Барселона, еще месяц назад была в аутсайдерах, и могла даже не попасть вообще в Еврокубке в своем первенстве, да, а сейчас команда, которая находится в своей лучшей форме за последние 3 сезона, команда, которая громит всех на своем пути, вот, например, вчера они вообще 4-0 обыграли Атлетика Бильбао, плюс на этой же неделе они обыграли Наполе 4-2, неделю назад они обыграли Валенсию 4-1, две недели назад они обыграли Атлетикой 4-1, я думаю, уже очень много что совпадает на то, что Барселона, помимо того, что скорее всего пройдет Галатасарай, так еще она, скорее всего, разгромит команду Галатасарай. Конечно, хотел, чтобы на этой стадии сыграл Спартак с Барселоной, это моя мечта была многолетней, мне кажется, но, видимо, даже не в этом сезоне, потому что сейчас ходят слухи о том, что Спартак могут исключить, и про это мы с вами чуть-чуть попозже тоже поговорим. Как я говорю, в этом противостоянии, скорее всего, пройдет, думаю, дальше Барселона, давайте будем реально объективны, честны, и Барселона реально в последнее время находится в оптимально лучшей своей форме. Следующее противостояние, которое я очень долго ждал, это Лейпциг-Спартак, это просто не то, что это противостояние какое-то там крутое, историческое, нет, по-моему, впервые в истории они вообще встречаются между собой, но само, что подпитывает интересы тому противостоянию, что Спартак играет в 1-8 финала Лиги Европы. Кто бы мог буквально год назад, или даже 2 года назад, ладно, давайте, подумать про то, что Спартак будет играть в полуфинале Лиги Европы. Ой, не в полуфинале, а в 1-8 финал, но все равно это тоже жестко. Я мог подумать, что увидев такую группу смерти у Спартака, где Наполи, Лестер и Легия, команды, которые в своей истории очень большие победы в Еврокубках одерживали, Спартак сможет из такой группы выйти с первого места. Мне кажется, даже сами футболисты Спартака еще до сих пор не понимают, что произошло. Думаю, что Тедеск, уйдя из Спартака буквально полгода назад, его реально полгода всего нет в Спартаке, возглавит Лейпциг и сразу же попадется на Спартак. Вот и вообще, что за... блин, что должно было произойти? Это противостояние крутейшее в плане, просто вот, что вокруг матча будет твориться. Тедеско против Спартака. Тедеско мой самый любимый тренер. Мне кажется, даже любимее, чем Каррера, потому что Тедеско как-то вот мне более роднее, не знаю даже почему. И он сразу же играть будет против Спартака в этом противостоянии. Крутейшее противостояние, которое, кстати, может оборваться. Я говорил то, что мы с вами про это чуть попозже поговорим. Но произошла очень интересная ситуация. Ну, это опять же политика, которая опять почему-то связывается со спортом. Что типы команды будут играть, так сказать, могут не сыграть друг с другом вообще. И Лейпциг может пройти одну стадию экстерном, потому что хотят исключить Спартак из розыгрыша Лиги Европы и вообще все российские команды. И связано, я думаю, вы все прекрасно знаете, с чем это. И если Зенит 1-16 финала вылетел, но все равно ее сыграл и достойно вылетел, то Спартак даже может не сыграв и даже не приступив, даже не начав играть, их уже могут вылететь. Спартаку уже поставили очень жесткие санкции, конкретно Спартаку, потому что они не могут проводить домашний матч. Они не могут выступать со своим собственным гимном. Какие-то спонсорские, ну типа спонсоры, они не могут указаны быть на футболках. И очень много ряд всяких санкций и ограничений. И это, конечно же, никого не устраивает. И даже Тедеско на эту ситуацию высказался очень жестко. Он сказал то, что это не дело, и футбол должен оставаться футболом. Футбол должен оставаться тем видом спорта, который несет живые реальные эмоции от реальных больших побед. Что это за такое будет тогда противостояние, что, ну, несправедливое. Теперь давайте к футбольной составляющей. Лейпциг, команда, которая совсем недавно еще находилась на 11 месте, Тедеско буквально за месяц своей работы сделал с Лейпцигом что-то невероятное. И он с 11 места поднял Лейпциг на 4. За 10 матчей у него 8 побед и всего лишь одно поражение, и то над Баварией. Он прошел уже одну стадию с Лейпцигом в Лиге Европы. И прошел очень солидный реал Соседат. Я думаю, не стоит говорить, что команда Лейпциг очень боевитая, очень мощная. И самая, возможно, претендующая на трофей в этом розыгрыше. Который хорошо играет от обороны, на контратаках, подлавливает соперников. Показывает очень интенсивно быстрый футбол. У Лейпцига очень хорошие исполнители. Например, тот же Нкун Ку, который очень невысок ростом, но при этом очень техничен. Очень хорошо работает с мячом. Лейпциг играет против Спартака. Это самый лучший российский футбольный клуб в Еврокубках. Это уже подтверждают даже сами болельщики других команд. Спартак, который в этом сезоне подходит к этому матчу как фаворит этого розыгрыша. Потому что сейчас все в Европе считают Спартак фаворитом. Потому что что за команда, которая выходит с первого места из такой сложнейшей группы. Спартак, конечно же, является своим фаворитом. Многие ставят то, что они вообще Лигу Европы могут взять. Но, конечно же, я на это не ставлю. Вы сами знаете почему. Спартак, который в этом сезоне лихорадит только как может. Просто как может их лихорадит. Ну и команда, которая тоже может играть хорошо от обороны, переходя плавно до падения. Так что противостояние получится, я думаю, довольно-таки равное. И в то же время обоюдно острое. Домашнее противостояние Спартак будет проводить в Баку, в Азербайджане. То есть не в Москве вовсе. Второе будет играть в Германии. Если же в Баку Спартак сможет додержать, так сказать, победный счет. А в Германии хотя бы просто, так сказать, 0-1, 0-0. То это тоже будет героически. Спартак уже себя переплюнул тем самым, что они прошли дальше. Они прошли уже сложнейшую группу. Спартак уже доказал и показал, как они могут играть. Они выходят редко в Еврокубке, но метко. Я очень сильно затрудняюсь на кого поставить. Я не хочу быть предвзятым, но в то же время я хочу объективно рассуждать. И понимать, что Спартак может даже и Лейпци в карате. Я не знаю, что там им придет в голову, что и как они вообще сыграют. Поэтому в этом противостоянии я воздержусь от прогноза. Просто хочу болеть за хороший, красивый футбол. С хорошей борьбой. С забитыми голами с двух сторон. Ну и конечно же, чтобы Александр Соболев и Виктор Мозес продолжали свою хорошую победную серию. И забитых голов и голевых передач. Ведь насколько вы все сами прекрасно знаете, если зайти в статистику лучших бомбардиров этого розыгрыша Лиги Европы и лучших ассистентов, то Виктор Мозес будет находиться либо на первом, либо на втором месте лучших ассистентов. А Александр Соболев входит в пятерку лучших бомбардиров этого розыгрыша Лиги Европы. Просто бешеная статистика у этих двух игроков. Но я всем желаю удачи. Состояние это Реал Бетис и конечно же Айнтрахт. Немецкие и испанские команды. Реал Бетис команда, которая очень хорошо играет в этом сезоне. Она занимает третье место в своем первом месте, обходя уже Барселону, это уже о многом говорит. И Айнтрахт команда, которая тоже регулярно часто выходит в Еврокубки. В этом противостоянии я поставлю на Реал Бетис с большим уверенностью, с большой долей вероятностью. Потому что Реал Бетис команда, которая очень много находится у опытных, многолетних лидеров. И в целом тоже Хуакин. И команда показала, что они могут даже играть от обороны и держать победные нули. Поэтому в этом противостоянии я ставлю на Реал Бетис. Получился мой прогноз, самая реакция на эту жеребевку. Надеюсь, вам очень сильно понравился этот ролик. Надеюсь, он получился очень интересный, информативный. Я старался подпитывать свою речь фактами. Я надеюсь, у меня это получилось. С вами был Дядя Никит. Ждем ближайших матчей. Они будут 10 марта. Ждем и посмотрим, сбудется ли у меня хотя бы три моих прогноза. Я надеюсь на это. И конечно, ждем красивого футбола. И я надеюсь, что Спартак не исключат все-таки Еврокубков. И у Ефа все-таки честно, спортивным путем выйдут из этого всего дерьма. Я очень на это надеюсь. Всем спасибо еще раз. Всем пока.